А можно сделать так, чтобы земляника росла все лето и еще и осенью? В принципе, на самом деле, все просто. Какие-то похолодания, дожди затяжны, вы просто ее перенесли сами в гараж, в беседку и поставили туда. Ну а что еще надо, да? Как бы вкусные ягоды, зимостойкие. Потом вся остальная земляника, несмотря на то, что она достаточно вкусная, сладкая, она им кажется просто кислой. Я купила рассаду, что дальше делать? Хотите ли вы знать, как выращивать землянику или клубнику, как ее еще называют, от А до Я? Да, все выращивание земляники в этом видео, большой выпуск, потому что рядом со мной стоит профессионал, агроном питомника растений Поиск, Гусева Татьяна. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! А если вы хотите узнать, как же продлить земляничный сезон на все лето, еще и на осень, то, конечно, смотрите нас до конца, потому что Татьяна поделится с нами таким ценным секретом. Давайте расскажем, как же выращивать землянику или как вообще правильно, земляника или клубника? Правильно, конечно, земляника садовая. Клубника это в простонародье, называют ее так, и все так привыкли ее называть, и наши бабушки, и наши мамы, и вообще все люди. Клубника. Но на самом деле это земляника садовая, фрагария ананаса. Такой вид, который получили с помощью селекционеров, то есть это селекционная работа. Вот селекционеры потрудились, скрещивали несколько других видов и получили вот такую землянику садовую. Дальше уже от нее пошло много-много сортов. В настоящий момент известно более трех тысяч сортов. В нашем ассортименте более 120 сортов земляники садовой. Выращивать ее никаких сложностей не составляет. Весь ассортимент, который здесь у нас представлен, виды упаковки разные, есть в капере, есть в красочной упаковке, есть уже в контейнерах с листиками, с цветочками. Все это рассада фрига. То есть рассада фрига это рассада, которая не имеет листьев, цветов, то есть это просто корневая система. То есть фрига это не сорт? Нет, фрига это не сорт, фрига это просто способ хранения рассады. Рассада фрига мы продаем в упаковке по 5 штук и в упаковке по 3 штуки. Продаем с февраля месяца по май месяц. То есть это просто корневая система с почками. Ну если мы поставим в какое-то теплое помещение, уже начинают просыпаться почечки, из них начинают листочки появляться. А так как бы это просто корни, хорошие корни, мощные, с почками. А вот это какая-то не очень? Нет, это нормальный вид, просто это, смотрите, это прошлогодние черешки. То есть то, что вам не нравится, внешний вид, это прошлогодние черешки, а так как земляника это все-таки многолетнее корневищное растение, когда срезают листья, то при хранении в холодильнике они, конечно же, отмирают, подмерзают, ничего страшного. Как видите, дальше зеленые почечки, листочки уже просыпаются. То есть вот это ничего? Нет, это обычное ее состояние, обычный вид. То есть вся рассада фрига так и выглядит. При посадке вы просто разворачиваете, да, вот мы можем даже сейчас развернуть и показать, да, как выглядят корни. Давайте это сделаем. Ну давайте развернем. Отклеиваем наклеечку. У нас сорт Роксана. Сейчас развернем. Как видите, это просто полиэтилен, торфяная смесь. Ничего страшного, мы потом запакуем. Я просто показываю, да, торфяная смесь, она все-таки увлажненная. И вот эти корни просто присыпаны этой торфяной смесью. Вот мы достаем. Ого, какие у нее корни. Видите, какие они? Они упругие, не сухие абсолютно, они живые. Вот хранятся в такой торфяной смеси. Вот корешки абсолютно живые. То есть мы достаем, подрезаем их, да, вот примерно, вот почечка у нас. Вот почечка, видите, да? От почечки примерно оставляем 5-6 сантиметров, подрезаем и дальше уже высаживаем. А что подрезать-то? Вот это? Подрезаем прямо от почки. Вот почка у нас, да, видите, почечка. А дальше идут корни. То есть от почки примерно 5-6 сантиметров подрезаем. Подрезаем корни. Да, вот так вот подрезаем и дальше уже можем высаживать. А, вот как корешки. Да, все вот это в горшочках, это все рассада фрига. То есть не надо вот этим вот куском сажать? Нет, конечно. И знаете, многие допускают такую ошибку, берут корни, им жалко резать. Они вот так вот их заворачивают, так заворачивают и впихивают вот так вот в горшочек сажают. То есть не надо так делать. Подрезаете корни, расправляете их и сажаете в контейнер, вот в такой маленький, либо в такой большой контейнер. Вот здесь у нас три растения просто посажены, да, в контейнере. Здесь вот одно растение посажено. И все. Дальше просто сажаете, поливаете, ухаживаете. Как же все-таки получить вот эти вкусные большие ягоды, чтобы правильно выращивать? Давайте поговорим об этом. Вот я купила рассаду, что дальше делать? Ну смотрите, вот вы ее купили, да, смотря опять же в каком месяце вы ее купили. Если вы ее купили сейчас, да, сейчас у нас апрель месяц. Когда вообще сажать? Вот в принципе такую рассаду идеально сажать сразу в грунт, да, не мучить ее дома на подоконнике, потому что это тоже все-таки своя технология. Вот мы здесь на упаковке пишем, да, то есть сначала нужно выдержать при небольшой положительной температуре. То есть сажаете, держите примерно 7-8 градусов положительная температура. Должен быть ограничен доступ прямых солнечных лучей. Согласитесь, в домашних условиях очень сложно создать такую температуру. Где ее, такую вот вы найдете, 7-8 градусов, да. Когда у нас в квартирах, особенно когда покупают землянику там в январе-феврале, у нас батареи огненные просто, да, очень жарко. Поэтому идеально, конечно, ее покупать сейчас, в апреле, в мае, и сразу сажать в грунт. Но опять же, смотрите, вот сейчас у нас в Московской области я бы в грунт еще не стала сажать, а недельки через две. То есть вы можете ее купить и убрать просто в наш обычный бытовой холодильник. И там похоронить две недели. А вот на майские праздники сразу вот разворачиваем упаковку, подрезаем корни, как я показывала, да, и высаживаем прямо в грунт. В чем ее преимущество? В том, что она не имеет листьев, да. Если обычная рассада имеет, у нас листья. А вот эта? Ну, это только начинают листья просыпаться. Смотрите, у этой какие листья. Если вы сейчас ее посадите на улицу, она просто погибнет. Потому что листья нежные, они из теплицы, не закаленные. То есть они не привыкли к уличной температуре, к ветру, к солнцу, да. То есть они погибнут сразу, либо почернеют, либо начнут постепенно засыхать и погибать. Эта земляника начнет постепенно просыпаться. То есть в зависимости от того, какая окружающая температура, да, как светит солнышко, тепло ли холодно, она будет постепенно просыпаться. И она уже будет как бы закаляться, привыкать к температуре. То есть она не пострадает. И вот за счет этого, как бы никаких хлопот с этой рассадой. Такую, если высадите, нужно будет укрыть. Да, там укровным материалом, пленкой, еще чем-то. А эту не надо. Просто высаживайте там в мае, вот в нашей средней полосе, да, я говорю про нашу Московскую область. Если вы где-то, конечно, живете более северным, да, там, например, Санкт-Петербург и более северные регионы, там уже смотрите сами. Может быть, чуть-чуть попозже, может быть, к 9 мая, может быть, к середине мая ее в грунт высадить. На юге, разумеется, ее уже высаживают в марте. А вот в Подмосковье, в Московской области вообще возвратные заморозки, насколько мне известно, в конце мая, могут быть, в начале июня. Ей ничего? В принципе, она выдерживает заморозки, да, но единственное, могут, конечно, пострадать цветки, да. То есть, ну, опять же, у многих сортов эти цветки прячутся как бы под листьями, да. То есть это вот сейчас здесь у нас теплица, так она выглядит. Когда куст растет уже на участке, да, он часто уже как бы, вот, цветочки прячутся под листьями. То есть листья для него служат защитой от заморозков. Ну, если вы как бы предупреждены о заморозках, можете сделать укрытие. То есть вы знаете, что в ночь у вас ожидаются заморозки, и вы можете накрыть эти кусты пленкой либо укровным материалом. Выбирая растения на свой участок, отдайте предпочтение доступной цене и комфорту. Спешу вам сообщить, что мы снижаем цены на самое популярное дерево сезона. На туевый Капланте до минус 50%. Переходите по ссылке под этим видео и в правом верхнем углу, чтобы посмотреть каталоги растений Каплант и выбрать растения по душе на свой участок. У нас более 9670 наименований. Желаю вам приятных посадок. Для того, чтобы мне получать в итоге хороший урожай, сколько мне нужно купить вот таких? Ну, я думаю, что на семью, например, из трех человек, двое взрослых и ребенок, я думаю, кустов 50 нужно. Здесь у нас 5 растений. 10 вот таких упаковок? То есть 10 таких упаковочек можете взять разных, да? То есть одна упаковка, 5 растений. Можете взять, например, ну, сами уже выбираете. У нас ассортимент огромный, в нашем ассортименте более 120 сортов. Поэтому есть из чего выбрать. Есть и обычные сорта, и ремонтантные сорта, и земклуники есть. Это что вообще такое? Земклуника, она в последнее время прямо у всех на слуху. Это что-то между катапсом. Это среднее между клубникой и земляникой. Вот чем она отличается? У нее необыкновенный мускатный вкус и аромат. Вот если вы когда-то пробовали, да, там, обычный виноград и мускатный виноград. Вот мускатный, он запоминается именно своим каким-то необыкновенным вкусом и ароматом. Да, вот мускатный, его ни с чем не перепутаешь. И вот земклуника, она тоже запоминается именно этим своим мускатным вкусом и ароматом. Необыкновенная сладость. Мы каждый год в питомнике проводим дегустации для наших клиентов, поставщиков, для наших партнеров. И вот когда у нас на дегустации представлено примерно 40-50 сортов, среди них есть земклуники, мы всегда просим попробовать именно земклунику, ягоды в последнюю очередь, потому что если они сначала ее пробуют, потом вся остальная земляника, несмотря на то, что она достаточно вкусная, сладкая, она им кажется просто кислой, потому что сладость у земклуники, она просто вот приторно сладкая, она перебивает все. Потом рецепторы наши говорят, что это не сладкое, это кислое, на самом деле это не так. Всем пробовать земклунику, когда там у вас, когда нужно приехать? Дегустация, опять же, проводится в зависимости от погоды, какая весна была, когда она зацвела. Обычно это середина июня, конец июня, вот так вот. Как созревает земляника, мы ее собираем в питомнике и, пожалуйста, устраиваем дегустации. Понятно, что я буду делать в июне. Татьяна, подскажите, пожалуйста, ну давайте все-таки определимся с местом, куда же ее лучше сажать, чтобы максимально получить урожай, чтобы вся семья в итоге наслаждалась вкусной земляникой. Ну, земляника так же, как и любые другие плодово-ягодные, да, кустарники, конечно же, она любит солнце. Поэтому никакая тень от деревьев вот не нужна, да, то есть не подходит. Просто кто-то пытается сэкономить место, да, у всех маленькие участки, хочется вроде и чтобы красиво было, и чтобы у тебя газончик, и альпийская горка, и все хочется, и землянику куда-нибудь ткнуть под дерево. Вот не пройдет эта ситуация, если вы ее куда-то под дерево посадите, но она вас будет расти, цвести, просто будет как декоративное растение. Но ягод вы вряд ли получите, как бы, тем более, хорошее урожай. Поэтому освещенное место, только освещенное место. Конечно же, почва должна быть удобренной, да, можно подготовить заранее почву, да, внести, например, перегной, перепревший, да, навоз. Если у вас такой нет возможности, можно прямо весной приступить к подготовке участка. Конечно, идеально выбрать место, на котором не росли до этого, например, малина, то есть вы не раскорчевали этот участок, например, из-под малины, или она там, может быть, погибла, чтобы не росли там, например, какие-то томаты посленовые, потому что у земляники с посленовыми, да, общие болезни есть, с малиной долгоносик, малина земляничная, как бы, тоже вредитель, он может накапливаться в почве, да, сохраняться, и он может повредить. Поэтому вот так вот, идеально после, конечно, каких-то зеленых культур, там, чеснок, лук, вообще идеальное место после него, после зеленых любых, там, зелень, да, укроп, петрушка, после таких культур, например, посадить. Мы выбираем освещенное место, разравниваем его, да, вносим удобрения, можно внести также минеральное удобрение, но это все, как бы, зависит уже от вас. Если вы придерживаетесь органического земледелия, да, сейчас он тоже, вот в последнее время, прям все вот нацелены на органические ягоды, хотят без химии выращивать. Все за ЗОЖ. Да, все за здоровый образ жизни, поэтому можете отказаться от минеральных удобрений. Очень много органических появилось удобрений, да, на рынке, поэтому вы сможете выбрать. Также вносите удобрения, разравниваете участок, с помощью бечевки нарезаете, да, гряды, то есть, ну, как бы, определяетесь, через сколько сантиметров у вас будут дорожки. Ну, сажают по-разному, через 50 сантиметров делают ряды, да, один ряд от другого, где-то через 70 сантиметров, то есть смотрите, как вам будет удобно обрабатывать и так далее, да. В ряду между растениями примерно 20-25-30 сантиметров, тоже в зависимости от сорта. Сорт его видно уже даже вот в таком горшочке, да, вот какой он будет, большой или маленький. Ну, пока еще рассада у нас на самом деле маленькая, всего лишь 3 листочка. Ну, вот это уже вроде маленький, узкий, да, так не распластывается. Как бы, все равно, пока еще рано говорить, ну, когда будет немножечко рассада побольше, будет видно, что из себя представляет куст, потому что есть прям кустики низенькие, их прям видно, вот, пайнбери, мизы, шиндлер, анабланк, они прям низенькие. Есть кусты высокие, пушистые, много таких сортов, на самом деле, вот мы любые сейчас возьмем, там вот скала стоит возле нас, сибила, то есть высокие кусты. Выбираете, да, значит, и сажаете примерно через 20-25 сантиметров. Дальше мы, конечно, должны хорошо полить. Собственно говоря, в первый год, какие у нас уходные мероприятия за эти рассады? А насколько глубоко вообще нужно сажать? Сажаем, ну, смотрите, все зависит от того, какую рассаду купили. Вот если вот такую рассаду купили, то здесь сажаем так, чтобы вот эта вот почка, она не заглублялась, да, точка роста. То есть вот с открытой корневой системой, ну, в принципе, тоже все элементарно, ничего сложного. Но некоторые заглубляют, просто старайтесь не заглубить точку роста. Ну, покажите, где она. А вот откуда как раз листочек у нас зеленый, да, то есть это и есть точка роста. Откуда вниз начинают расти корни, это и есть вот эта шеечка, да, либо почка. То есть корневая шейка, либо почка. Вот ее не заглубляем, потому что заглубите при поливе, при дожде, она будет вымокать, замокать, она сгниет. Слишком высоко посадите, корни будут подсыхать. Сложность в этом, да, ну, в принципе, на самом деле все просто. Не заглублять почку. Ну, люди иногда чрезмерно просто стараются, да, очень прям хотят. Это первая, когда только начинаешь. Да, первая, они прям вот вокруг нее бегают, трясутся. Ну, вот на взрослом растении здесь даже проще показать, да, вот она. Вот смотрите, вот она точка роста, да, здесь немножко, конечно, высоковато посадили, либо это размылось во время полива. То есть вот корни пошли вниз, а листья и цветоносы вверх. То есть вот она точка роста, либо почка. Вот с этой рассадой вообще все просто. Вот если вы такую рассаду купили, просто вот вынимаете, видите, здесь уже корни есть, вот они корни, и просто сажаете, прям вот как она росла, то есть вот вровень с почвой. Все, вот с этой рассадой очень просто сажать. А надо там как-то разравнивать корни перед тем, что... Нет, здесь ничего не надо, здесь просто вот готовите лунку, небольшую лунку, потому что почва у вас уже удобрена, все внесено, удобрение. Просто делаете небольшую лунку и вот сажаете прям этот горшочек вот вровень, да, Не заглубляйте вот так вот, не надо. Прямо вот вровень, чтобы почва была вот так. Всё, дальше поливаете. И в первый год, в принципе, у нас какие мероприятия должны быть? Так как мы участок уже удобрили, всё подготовили, внесли удобрения, внесли перегной. В первый год мы должны удалять лишние усы, которые потом образуются от куста. Конечно же, в первый год мы должны удалить вот эти цветоносы. Я их вот сейчас удалю, вам покажу. Несмотря на то, что так жалко, это будущие ягоды. Но рассада у нас, согласитесь, молодая. И если мы их сейчас оставим, то она потратит все свои силы вот на эти ягоды. То есть она не будет расти, а она должна расти. Должно количество рожков увеличиваться, потому что первый год это совсем маленькое растение. Конечно, мы тут в промышленных масштабах не можем себе этого позволить. Удалять цветоносы вот так вот вручную или чем-то секатором мы их, конечно, оставляем. Но всем покупателям мы рекомендуем удаляйте цветоносы. Вот первый год мы их удаляем. Удаляем усы. Разумеется, пропалываем сорняки. Ну и все. Вот, собственно говоря, в первый год все мероприятия. Если будет стоять засуха, конечно, поливаем по мере необходимости. На второй год уже можно какую-то подкормку. На второй год она у вас хорошо зацветет и даст первый уже полноценный урожай. А вот если, говорят, клубника кислая, например, это что? И чего ей не хватает? Ну, опять же, здесь либо это особенный сорта. Но если это не особенный сорта, вы точно знаете. Например, может быть, с вами кто-то поделился. Ваш друг знакомый рассадой. Либо вы попробовали ее на дегустации и тут же купили рассаду. То есть понимаете, что она не может быть кислой. Это хороший вкусный сорт. Погодные условия очень часто сказываются. Когда дожди идут, холодно, нету солнца, земляника действительно становится кислой. Можно ли что-то сделать, удобрения какие-то внести? Нет. Здесь уже ничего, к сожалению, не сделать. Но потом нужно все-таки стараться не переборщивать с удобрениями. Если вы переборщите с удобрениями вот еще до цветения, она просто может не зацвести, она будет жировать. Вот с этим дачники тоже очень часто стараются. Вот именно стараются, я говорю в кавычках, да, потому что они прямо вот вокруг нее бегают и постоянно ее поливают и удобряют чем-то. И она у них не цветет в результате. Здоровые жирные кусты, красивые. То есть красивое растение, но не цветет. Тогда, а что лучше не вносить, например, какие удобрения не вносить? Может быть, какие-то лучше вы подскажете конкретные, какие есть? Азот, фосфор, калий, да, то есть универсальные три элемента питания можно, конечно, еще покупать с микроэлементами. Либо отдельные микроэлементы, они тоже продаются, поэтому, ну опять же, тоже не переусердствуйте. Да, вот советую там на обороте удобрений, да, пакетика с удобрением, обязательно есть рекомендация, сколько под плодовые, сколько под декоративные, сколько под хвойные внести, сколько под ягодные культуры внести. Вот не переборщивайте, потому что получите только листья. Это очень важное замечание, потому что иногда можно реально переборщить в надежде, что получится очень много, а в итоге ничего. А в итоге ничего не будет, да, она просто не зацветет у вас. Вот еще и популярный есть такой тренд, я недавно совсем увидела, клубника в вертикальных грядках. Это вообще как она так выращивается, что это за способ такой, это только для красоты или нет? Да, вертикальные гряды у нас тоже были такие вертикальные гряды, но здесь, конечно, сложно с ними. Как бы мое мнение такое, что все-таки эта вертикальная гряда, она на один сезон. Почему, объясню, почему, да. Туда сажаются только ремонтантные сорта, конечно, это суперздорово, что у вас вот в этой конструкции, да, вот в этой тубе вертикальной примерно 25-30 кустов. Да, с каждого куста вы все равно там получите, ну, хотя бы там, не знаю, 200-300 грамм. То есть умножьте на растения, приличный урожай получается. Даже за неимением, например, участка вы можете это выставить даже на балкон, если он у вас солнечный, теплый, да. Конечно, удобств очень много, но из минусов, вот как на зиму это сохранить? Вот это действительно сложно, тем более в нашем климате. Вот в этом году у нас зима просто была экстремальная, очень много померзло даже плодовых, не говоря уже от всяких там декоративных, да, у многих декоративные деревья пострадали, кустарники. У нас много, конечно, сортов итальянской селекции, но они все зимуют, вот земляника не померзла, потому что все-таки она низко, а плодовые вот они высоко, да, и пострадали. Поэтому вот такую вертикальную гряду сохранить на зиму очень сложно. И учитывая то, что это ремонтантные сорта, а ремонтантные сорта мы выращиваем на одном месте не больше двух лет. Почему? Потому что они плодоносят в течение всего лета, да, и даже осени. То есть если обычная земляника дает один урожай за сезон, она вот отплодоносила, и все, до следующего года забудьте, больше ягод вы не получите. То ремонтантные сорта, они постоянно плодоносят, и они очень сильно себя изнашивают, очень много тратят на это силы, энергии. И поэтому они вот способны к хорошему плодоношению два года. Поэтому, соответственно, тубу эту, если вы как-то сможете сохранить на зиму, то после зимы неизвестно, как она выйдет из состояния вот этой зимовки, да, то есть вы тоже, может быть, будете несколько месяцев ее реанимировать и приводить в чувство. На один сезон это очень даже неплохой вариант, как бы действительно очень хороший. Даже если у вас есть небольшой участок, вы где-то около беседки поставили эту красоту, да, она вся в ягодах, но действительно здорово. И вы можете поставить там, например, выбрать более такое выгодное теплое местечко, хорошее, тепленькое, да, либо если когда-то какие-то похолодания, дожди затяжны, вы просто ее перенесли сами в гараж, в беседку и поставили туда. Потом вынесли опять на солнце. То есть действительно на один сезон это просто супер вещь. Но вот использовать, вот на зиму хранить, я считаю, что не нужно с этим заморачиваться. Это сложнее, чем даже розы укрывать. Дорогие подписчики, напишите нам в комментариях, у кого, кстати, есть какие-нибудь вертикальные гряды, как вам ухаживается-то за ними. Вот по поводу земляники, окей, мы ее купили, посадили, все хорошо, но очень часто нападают болезни вредители. Как их вообще предупредить, либо наоборот, как с ними бороться, вообще что на нее нападает бывает? Ну, земляника, конечно, подвержена вредителям, болезням. Ну, предупредить как? Конечно, стараться делать профилактические обработки, то есть до начала появления вредителей, болезней. То есть вот сад, например, обрабатывают, до начала распускания почек, да. Также земляничные грядки, то есть, ну, как еще можно? Ну, а чем? Чем? Можете конкретно сказать, чем? Это просто очень полезно, потому что, ну, обработки-то обработками, но они бывают разные, и главное также не навредить этой обработкой. Ну, конечно, хом, там, хлорики с меди или медный купорос, это все есть, да, в продаже. Можно им, но это только именно до начала как бы вегетации земляники, да, ни в коем случае, когда она там цветет или бутон распускает. Когда земляника цветет, вообще не рекомендуют ничем обрабатывать, потому что все это попадет в ягоды. Все это завяжется, и вы будете есть вот такие вот ягоды с пестицидами, со всеми этими вредными веществами. Предупреждать, как это? Опять же, вот не загущать посадки, удалять сорняки, потому что, когда загущены посадки, когда не проветривается ничего, да, вот здесь и концентрируются болезни и вредители. А, разумеется, нужно удалять старые листья, да, то есть вот почистить. Можно сейчас землянику, можно было и неделю назад, вот как потеплела, да, погода. Но на своем участке, я считаю, что лучше стараться минимизировать химические вот эти обработки. Не, ну вот зола не помогает? Ну вот, говорят, вроде помогает, вот даже вот, например, от крестоцветных блошек. Ну вот у меня руколу, например, всю сожрали, крестоцветные блошки всю руколу сожрали. Я тоже сыпала золой. Мне и мамка сказала, золой посыпь, я посыпала, но без руколы осталось, без руколы осталось, да. То есть зола не помогла? Не помогает, да, к сожалению. Ну, а что? Крестоцветные вообще рекомендуют укрывать чем-то, да? Я слышала, но они все равно в почве есть, то есть они под этой тканью как раз и начинают, им вообще кайф, их укрыли, им тепло, они ее пожирают. Чистим кустики, то есть удаляем старые листья, какие-то сорняки, может быть, какой-то куст погиб, да, не выдержал зимовки. Мы можем заменить, посадить новый. То есть вот весной такие как бы мероприятия проводим. А нужно ли ее пересаживать с места на место, чтобы она как-то лучше плодоносила? Смотрите, ну, землянику вообще рекомендуем выращивать 4-5 лет на одном месте. То есть вы посадили вот этот кустик, и он у вас растет примерно 4-5 лет на одном месте, да, и плодоносит. Это обычные сорта. Ремонтантные сорта, как я вот говорила, да, мы их выращиваем 2 года максимум. Потом просто вот вы уже увидите, что у вас будет спад, у вас уже она будет и цвести хуже. То есть максимум, это значит, что он потом вообще, нет, я имею в виду, что он потом вообще не будет никак пригоден для плодоношения? Или же пересаживать, и он также будет плодоносить? Нет, мы эти кусты просто выбрасываем. Мы можем оставить с них, например, если нам понравился сорт, мы можем оставить с них усы. Например, как мы можем сделать так, чтобы на этом кусте как можно больше усов образовалось? Убрать цветоносы. Вот мы убираем цветоносы, это стимулирует у куста образование усов, то есть он как бы вот размножается, да, то есть он... Для него это сигнал, раз нет цветов, то он будет размножаться, он дает усы. И вы сможете эти усы потом посадить, и вот получите собственную рассаду. Когда клубника и земляника дает ус, он прикрепляется к земле, да, и потом это как-то разрезается и снижается? Да, да, когда розетка укореняется, вы просто ее отрезаете секатором и пересаживаете уже на постоянное место. А еще слышала такую теорию, не знаю, подскажите по поводу первой розетки, второй розетки, правильно это, да? Да, да, да. Какую нужно выбирать? Ну, смотрите, почему, да... И вообще расскажите, что такое первая и вторая розетка, для начала. Смотрите, от материнского растения, ну сейчас не могу вам показать, просто еще раз сада молодая, у нее нет усов, а так вот через месяц уже будут усы. То есть от материнского растения, ну вот допустим, да, идет усик, идет первая розетка, она самая сильная, то есть она ближе всего к материнскому растению, она больше всего получает питание. Она укореняется, дальше из этой розетки ус идет дальше, он дает следующую розетку. Ну это уже тоже как бы розетка от материнского растения, она тоже близко, она уже не такая сильная, как первая, но она тоже хорошая достаточно. Вот первые две розетки берут для укоренения. Оставшиеся тоже можно брать, третью, четвёртую, но они просто будут слабенькие, потому что они далеко от материнского растения, и питания уже не так его много, как первые две. Просто если мы возьмём третью, четвёртую, нужно будет её доращивать. Она будет поменьше, послабше, вы даже это увидите. Первые две, они всегда жирные такие, они даже иногда перегоняют материнский куст. Как укоренятся они? Они достаточно быстро укореняются, не надо специально ничем пришпиливать, прикалывать к земле. Она просто касается земли. Конечно, если у вас земляника посажена просто по земле, а не по укровному материалу. Вот если по укровному материалу эти вот усы идут, то они не укореняются. Недостаточно, да, у них силы? Нет, просто укровной материал не даёт. Вот у нас укровной материал сейчас, вот видите, между ящиками, да? То есть на нём она укорениться не может, потому что он не даст возможности корням проникнуть в почву. А на земле она укореняется быстро, то есть через месяц, там как будет 3-4 листа, вы просто отрезаете и пересаживаете на другое место. Давайте теперь самый главный секрет, совет от вас. Как же всё-таки, вы так вначале мне сказали, а можно сделать так, чтобы земляника росла всё лето и ещё и осенью, чтобы мы её ели? Чтобы плодоносила, да, всё лето и всё осенью. Да, чтобы плодоносила. Давайте, пожалуйста, расскажем и нашим подписчикам. Да, можно, здесь никаких абсолютно секретов, просто вы правильно распределяете, да, какие сорта вы покупаете. То есть земляника как делится? Есть сорта однократного плодоношения, которые дают за сезон один урожай, и цветут один раз за сезон, да, либо ранние, либо средние, либо поздние сорта. А есть сорта ремонтантные, которые плодоносят и цветут, да, как бы вот они всё лето и даже осень захватывают. И просто вы берёте и сажаете ранние сорта, например, 20%, средние там тоже 10-15%, поздние там сортов 20%, ну и ремонтантный остаток, да. И вот благодаря тому, что вы посадили ранние, средние, поздние, ремонтантные, и у вас земляничный сезон будет всё лето и даже осень. Но осень, смотрите, опять же, если, конечно, будет холодно, либо случится заморозок, к сожалению, да, понимаете, да, что ягоды мы не получим. Но мы можем ремонтантную землянику, например, если вы посадили не в общую грядку как-то, да, а, например, если отдельно, можете укрыть укровным материалом. И благодаря укровному материалу какие-то ягоды дозреют. То есть этим вот мы можем продлить созревание ягод. Совет полезный. Ну, а сорта, ну, я как говорила в начале, да, в нашем ассортименте более 120 сортов. Конечно, выбирать сложно. Но я просто назову то, что вот в нашем, например, топе продаж, да, с самого алфавита от А до Я. Например, это сорта Альба-Азия. Альба-ранняя, Азия-средняя. Оба сорта итальянские. Суперкрупные ягоды, несмотря на то, что итальянские, зимуют отлично в нашем климате и на юге хорошо растут. На юге она показывает вообще просто потрясающие результаты. Там килограмм с куста получают. Ягоды 60-70 грамм. То есть это вот суперсорт для фермеров вообще, вот именно для юга номер один. Альба-Азия, еще Сирию они любят. Сирия тоже итальянский сорт среднего срока созревания, тоже суперкрупная. Вот на рынках в Краснодарском крае, в Крыму. Итальянский сорт, я так понимаю, итальянской селекции. Итальянская селекция, да, конечно, итальянская селекция. Вот Альба-Азия-Сирия просто вот топа продаж. Из итальянских еще очень мне нравятся квики. Квики ранний сорт, тоже крупная ягода раннего срока созревания. Мурана ремонтантный сорт, итальянский тоже замечательный, то есть ремонтантный, да, плодоносит все лето. Конечно же, мне нравятся гирлянды. Вот гирлянда, это сорт агрофирмы Поиск, то есть наши селекционеры вывели этот сорт. У него некрупные ягоды, но, как видите, цветоносы, да, их очень много. Много, вот многоцветковый цветонос, да, то есть ягод очень много завязалось. И это как бы вот, понимаете, здесь тоже куст находится у нас в Кашпо. Вот если бы он был в открытом грунте, он показал бы всю свою силу, всю свою мощь. А в Кашпо, конечно, всё равно это стресс для растения, особенно если подсыхает что-то или, наоборот, переувлажнили. То есть всё равно для растений в Кашпо это стресс. В открытом грунте они лучше себя чувствуют. А гирлянда, он просто свешивается? Да, очень много образует усов, и на этих усах тоже образуются цветоносы и завязываются ягоды. И поэтому это выглядит как гирлянда. То есть её так и назвали. Вот действительно там через месяц, через два, если вы, например, увидите, да, приедете, это будут Кашпо все вот такие вот, просто вот, знаете, такое вот лавина, свешиваются усы, да, лавина, да, и прямо на ней будут цветоносы, ягоды уже, будет очень красиво. А также мне нравится очень серия голландская Вимы. Есть Вима Рина, Вима Ксима, Вима Занта, Вима Тарда. Я вот в агроферме Поиск работаю уже 14 лет, и когда я пришла, вот это был наш костяк, да, у нас было там 20-30 сортов. И вот эта серия Вимы, она не теряет своей пунктуальности. Вот клиенты, которые приходят, они сразу все вот спрашивают, Вима Кимберли, Вима Занта дайте, дайте Вима Рину, дайте Вима Тарду, потому что сорта проверенные временем уже, то есть и крупноплодные, 40-50-60 грамм, Вима Рина до 70 грамм. Вкусовые качества отличные, устойчивость к болезням очень хорошая, к вредителям, то есть зимостойкость, ну а что ещё надо, да, как бы вкусные ягоды, зимостойкие. А вот эти сорта, они какие, раннеспелые или средние? Вима Кимберли ранняя, Вима Занта ранняя, Вима Тарда, Вима Ксима поздние, Вима Рина ремонтантная. Вот, Вима Рина, замечательная серия. Ещё мне нравится очень Зенго Зингана, старый немецкий сорт, среднего срока созревания, кисло-сладкая ягода, некрупная, ну просто этот сорт давно известный, его тоже все любят. Ещё мне, конечно, нравится сорт, это наш гигант, в нашем ассортименте сорт Максим. Вот у меня есть, представляете, это оригинальный слайд. Красивый. Ягода до 125 грамм, то есть небольшое яблоко, вот такой сорт гигант. И действительно, это вот эти все слайды, хочу сказать, да, вот здесь вот слайды, все оригинальные, то есть мы в питомнике выращиваем землянику, собираем её на дегустацию, обязательно делаем фото, то есть чтобы использовать это вот для полиграфии, в каких-то рекламных целях, там ещё что-то, да, то есть все слайды оригинальные. А вот здесь семечки, они розовые, а... Бывают зелёненькие, бывают беленькие. Вот привычная клубника, она со светлыми, жёлто-зелёными семечками. Это особенность сорта, бывают глубоко вдавленные, их прям не видно, знаете, а бывают вот, вот смотрите, Вимазанта, да? А, Ильсанта, вот у неё не так семянки видно, видите, они как бы вдавлены, а здесь прям на поверхности, то есть это тоже особенность такая сорт. А посмотрите, какие у анабланки семянки. Красненькие. Да, наоборот у неё. Да, наоборот, на поверхности, она прям как будто не настоящая, как будто вот пластмассовая ягода лежит. А это всё... А вот нежный аромат ананаса. Да, у неё уникальный просто ананасовый вкус, у неё не земляничный вкус. А как это, это, ну, именно селекция выведена? Она беленькая. Голландский, голландский сорт. Добавили ананаса сюда? Я вот, к сожалению, не знаю секрет, да, потому что там не рассказано, от каких сортов он произошёл, но это голландский сорт, она бланка, есть такой же пайнбери. Ягода белая, но если касается... Если попадают лучи солнца на неё, да, она розовеет. Так она, потому что вкус достаточно низкий, ягоды все прячутся прям под листиками. И вот когда попадает солнышко, она розовеет. Необыкновенный вкус действительно ананаса. То есть это мы не придумываем. Средний-поздний сорт. Они подходят аллергикам, потому что они не имеют красного пигмента, а розовеют только вот благодаря солнышку. Также в нашем ассортименте есть ещё интересные сорта, вот со вкусом черешни. Называется черри-бери. Ягода прям вот вообще необыкновенно тёмная, она прям чёрно-вишнёвая. И клиенты говорят, то есть это действительно не обман. Вот черешневый, вишнёвый вкус. Есть у нас необычный сорт, я его тоже очень люблю. Старый немецкий сорт Мизе Шиндлер. Мы её называем ягода-малина. Необыкновенная просто, тоже тёмная ягода, вишнёвая. Очень нежная. Её собирать вот только и есть. Не хранить, не перевозить. Импортные сорта, да, вот ту же Роксану взять, Альба, Азия, Сирия. Они транспортабельные. Вот Мизе Шиндлер не транспортабельная, но она необыкновенно вкусная. Продолжим ещё немножечко по сортам, я скажу. Очень нравится мне полка. Голландский сорт. Среднего срока созревания. Очень вкусная ягода, сладкая. Вот просто необыкновенно сладкая. У неё 5 баллов дегустационная оценка. Ещё мне нравится Сельва. Голландский сорт, ремонтантный. Тоже замечательные крупные ягоды, где-то 70 грамм. Даёт хороший урожай. Румба. Голландский сорт, ранний. Замечательный. Симфония, поздний сорт голландский. Тоже очень нравится. В нашем ассортименте ещё есть ремонтантные сорта, такие как Фурор Февери. Тоже очень крупные, сладкие, устойчивые к болезням. С хорошей урожайностью. Там больше килограмма с куста можно получить. Вот Фурор Февери очень любят выращивать фермеры. Не в открытом грунте, я называю это гидропоника или что-то. Закрытый грунт. То есть такая технология, когда выращивают без участия грунта. То есть на гидропонике. С помощью фитоламп, например, в зимний период. Вот именно Фурор, Февери. Я очень часто просто тоже эту тему смотрю. Мне интересно, как выращивают. Мы этим не занимаемся. Мы выращиваем, сажаем в грунт и продаём вот такую рассаду. А это именно для получения ягоды. В Ютубе очень много есть таких каналов. И вот я смотрю, как они даже в каком-то гараже могут обустроить. То есть мы представляем себе как. Теплица, должна быть теплица. А это просто гараж. Но благодаря тому, что есть фитолампы, всё это питание настроено с помощью этих трубочек, капельниц. И собирают землянику. И вот парень, я за ним следила. И он показывал, он брал приборчик, который показывает брикс. То есть они определяют сладость. По бриксу 10 максимально. И он смотрел, там было к десятке приближено. То есть вот он показывал, что, пожалуйста, без участия солнца, в закрытом грунте, просто при хорошей технологии, при хорошем освещении и питании, можно получить сладкую ягоду, как на юге. То есть вот, пожалуйста. Вот что значит увлечённый человек. Татьяна, скажите, пожалуйста, нашим зрителям очень полезный комментарий будет. Какие самые распространённые ошибки допускают? И чего допускать не следует при выращивании клубники? Я считаю, наверное, самая главная ошибка, это, знаете, чрезмерно стараться. Вот прям вот, знаете, бегать вокруг неё, удобрять её, поливать. Оставьте её, пожалуйста, в покое. Посадите правильно просто. Посадите в хорошем месте. Лучше подготовьте участок, чтобы, знаете, вот это вот... Не суетитесь, пожалуйста. Не суетитесь. Просто посадите в хорошо заправленную почву. Растения первого года, они не требуют регулярных подкормок. Подкормки будут нужны только на втором годе жизни, на третьем годе жизни, да, когда она будет у вас уже плодоносить. А в первый год вот вы заправили почву, посадили, и просто удаляйте сорняки, удаляйте усы, не давайте ей свисти, чтобы она наращивала кусты, образовывала дополнительные рожки. Тогда она вас порадует шикарным урожаем. Вот такой интересный и полезный совет был от Татьяны. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Экапланта, и до новых встреч. Пока!